Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкес, и мы возвращаемся в опасный мир зомби-апокалипсиса и продолжаем следить за развитием событий в истории пилигрима Эйдена в игре Dying Light 2. Друзья, мы с вами остановились на том, что Эйден нашел место для ночлега и связался по рации с неким информатором, который может знать, где находится Мия. Мия — это, видимо, подруга Эйдена из детства, которую он ищет, с которой они вместе были в какой-то клинике, где ставили эксперименты на детях. Звучит, конечно, жутковато. Такого в мире существовать не должно быть, такого не должно, никаких экспериментов над людьми быть не должно, тем более над детьми. Так, хорошо. И мы с вами оказались возле какой-то заброшенной часовни, да, маленькой церквушки. Что у нас есть в округе? Давайте посмотрим. Есть какие-то статуи. Но с них особо полезного ничего не получишь. А вот ромашка, пожалуйста. Ромашка — это уже другой разговор. Раз ромашка, два ромашка, три ромашка, четыре. Повторяйте за мной, друзья. Продолжайте песенку в комментариях. Давайте зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Может быть, чертов фонари где-то есть? Конечно, нет, но здесь есть некая книга. Так, коллекционный предмет. Допустим, что за книга? Прощальное письмо. Это мы читали, газетку видели. Потерянный рай. Книга четвертая. Ух ты, ух ты. Страшно-то как. Так, здесь у нас некое стихотворение, друзья. Ну, кому интересно, прочитайте на паузе, потому что я вот прочитал, допустим, и там кое-где ударение не сходится, но рифма требует жертв, как говорится. Ну что ж, продолжаем. Мы идем к информатору. Давайте посмотрим, как нам спуститься и как нам, собственно, туда пройти. Меточка показывает на ту сторону. Приземляйтесь на мягкие поверхности, чтобы избежать урона, да? А ну-ка. А, вот так вот это происходит. Интересно. Неплохо. Так, я знаю, что багажники можно вскрывать. Игра. Дай вскрыть хоть один багажник. Но они уже вскрыты до нас. Здесь вроде как ничего больше нет, да? А ну-ка вон там, что? Давайте сгоняем, посмотрим. Но, да, здесь обрыв, и мы, скорее всего, туда с вами никак не попадем. Ну, почему не попадем, да? Кто так сказал? А если мы вот, например, хоба-хоба, хоба, скайрим стайл, опа, и все, смотри. А вы говорите, не попадем. А, да, вы были правы, не попадем. Правда, это я сказал вообще-то, что мы туда не попадем. А что же мы тогда туда поперлись? Ну, ладно. Наверное, могли эпично сигануть сейчас в воду. Ну, что ж, неэпично поплывем. Так, а вот с вот этих штук можно что-то полезное поиметь? Кто это был сейчас? Текстура или живое существо? Тоже из текстур состоящее, кстати. Ладно, погнали. Нам куда-то вот туда на меточку нужно. Ну, в принципе, пока кислород у нас есть, да, можно немножко под водой поплавать. Почему бы и нет? Так, Эйден, а ты можешь вылезти прямо вот здесь? Ну-ка, докажи всем. Смотри, герой какой, а? А-а-а, наши старые друзья. Ну что, пацаны? Это Эйден. Ты меня слышишь? Громко и чутко. Значит, ты уже близко. Я переплываю озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Там есть код. Единственный, который оставил АВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Что не так? Живее. Интересно, можно ли зайти внутрь этого чудесного кафе? Видимо, нет. Ах, ты попал, гад, смотри, немножко, да? Смотри, можно сразу двоих, в принципе, да? Ой, жесть, смотри, рука ушла. Можно сразу двоих бить, это хорошо. И, по-моему, они вроде как умирают от потери крови. То есть, по сути, они не зомби, да? Смотрите, что можно делать, да? Человек-паук просто отдыхает. Нервно в сторонке. О, а вот сюда если? Смотрите, делаем удар. И смотрим, что произойдет. Не, ну для этого, видимо, надо отрубить то ли руку, то ли ногу, то ли голову, да? Ну если голову отрубим, то там наверняка, наверное, помрет от потери крови. И от потери головы. Нет, смотри, или умирают. Что-то непонятно, короче. Нет, нифига. От потери головы наверняка, вот от потери крови путем отсечения конечности, что-то не очень. Ну пока, вы знаете, бои с зомби как-то выглядят, я не знаю, как... Одиннадцатиклассник, хулиган, зашел в песочницу. Просто всех отпинал. Я думаю, что, конечно, это все изменится, друзья, со временем. Но пока... Да, пока вот именно так все у нас происходит. Ну что ж. Посмотрим. О, еще пачка зомбачей. Ну ладно. О, багажничек, смотри, замигал. Значит, можно, да? Ну-ка, руки поубрали. Наверное, нам в зачет идет, я думаю, то, что мы трепем такие толпы, да? Ну, в смысле, вообще зомбачей убиваем. Я думаю, что это бесследно для персонажа не проходит, скорее всего. Так, нужно перекурить немножко. На! Жесть! Миско! Какие-то судороги остались, да, остаточные. Ну, так зомбики выглядят добротно. В принципе, боевка такая тоже с расчлененкой, да, разлетается в стороны конечности головы. А, металлолом. Неплохо. Наконец-то, смотри, дали возможность подкрывать багажнички, а то бегаем как неродные, да? То есть, получается, если он полностью закрыт, значит его можно открыть. Логично. Что наверху у нас? Погнали посмотрим. Блин, я все время поджимаю shift, а здесь, как я понимаю, такого понятия нет в принципе. А, ульи. Прикольно. Возьмем. Целых два. А здесь? А что это, простите, такое? То есть, мы можем как-то туда попасть, нет? Какие-то светлячки, смотри, летают. Прикольно. Я не знаю, если честно. Вроде бы это невходябельная постройка, да? По-моему. По внешнему виду. Какой-то символ есть, я не знаю. Просто что он значит, наверное, ничего. Ну что, погнали дальше. Здесь, смотри, у нас рельсы, вагончики. О, туда наверняка можно залезть. Вагончик намекает. А, вот здесь, смотри, притаился, да, герой? На. А их можно как-то там, например, вот, я не знаю. Какой-то вариант быстрого убийства, там, ногой топтануть, например. Ну, в принципе, навыков куча, я думаю, что можно. Блин, нравится то, что они путаются друг за другом. Блин, это очень, очень правильно. Что они обладают физической моделью, и они друг другу мешают. Ведь зомби действительно так и должны себя вести. Они должны друг другу мешать, потому что... Они тупые, они лезут, да, то есть, они видят добычу, они хотят жрать нашего героя, да, и просто тупо лезут напрямки. Кстати, а вот я заметил, что на тени наш герой как будто бы голый, но как минимум в другой одежде, потому что так-то он, по-моему, с капюшоном. Слушай, а давай мы их выселим с платформы, без билетников. Пошел вон отсюда. Не, не выселим, наверное. Если только... Так, а что-то, слушай, навалило, а выносливость закончилась. А интересно, а ту... А, да, убили, слушай, она упала и разбилась, да? Хотя это немножко противоречит. Анатомия зомби? Если у зомби есть анатомия, конечно. Потому что какого, собственно, лешего он от падения умирает? Если он уже мертвый. И ходит, по сути, какой-то такой полугнилой, да, разложившийся, то есть... Передвигаться может. А, смотри, шустрик, да? До свидули. Что-то звуки, конечно, жесть. Как будто ты, я не знаю, на мясокомбинат пришел в самый разгар работы. Что-то все хлюпает, булькает. Ну, смотри, они разные, да? Они прямо реально все разные. Моделей у нас создавали кучу разработчики-красавцы. То есть можно комбинировать, смотри, вот, постоянно вот этим ударом, да, бить, чтобы сбрасывать вниз. Топорик, кстати, скоро сломается. Бульк. Готово. Хорошо. Так, а где мы можем... Вот. Вот здесь, например. Гульден. Местная валюта, Гульден. Почти как Гульман. Культовая игра. Прикольно. Так, смотри, а там внизу сумочки есть, да? Хорошо. Пойдем Гульденов сейчас пособираем немножко. Ну, это намек, наверное, на Голден, я думаю. Скорее всего. Потому что Гульден, Голден. Ну, такое. Звучит плюс-минус одинаково. Ну, а так, в принципе, звучит немножко нелепо. Гульден. Что за Гульден? А здесь что у нас еще может быть? Скорее всего, ничего. Мы всех убили. И радостные такие. Идем дальше гулять. А, смотри, там зомбачок. В принципе, их скидывать-то не совсем выгодно, потому что... Их надо лутать. Да. Ты сбросил, и как бы, либо потом возвращайся за ним, да? Ищи вот эти вот сумочки. Кстати, после них остаются такие сумочки. Ну, либо же... Убивай так, чтобы они рядом с тобой оставались, да? Блин, черт возьми, день-динской. Тут темень темнючая какая-то, нереальная. А, подожди, а как... Да? А как залезть? А есть какой-то эффект, интересно? Кажется, не особо. Наверняка можно было прыгнуть на автобус и залезть как-то через верх, я думаю, да? А можно же... Тихо. Черт возьми. Какие-то страшные звуки сейчас были. Стремные, как будто ко мне собака бежит, цокает когтями. По плитке. Давай попробуем спрыгнуть сверху на автобус. И может быть, это нам что-то даст. Там утрюкзачки есть, хорошо. Серьезно? То есть, внутри есть лут, да? Я правильно понимаю? Да, внутри есть лут, но мы туда попасть не можем. Ну окей, ладно. Ну, либо напишите в комментариях, кто знает способ забраться в автобус. Я просто сейчас не хочу здесь год сидеть. Ради этих сундучков. Рюкзачков. Пойдем вот сюда. Нам 120 метров остается. Заодно посмотрим, что у нас здесь случилось. Здесь есть лестница. Это хорошо. А вы знаете, что крайне странно, что герой очень быстро выдыхается, просто залезая по обычной лестнице. Ну это крайне странно. Я не знаю. Такого... Ну вы выдыхаетесь, когда по лестнице ходите? Ну, в определенной степени да, но не так, чтобы очень. Тихо. Это же фишка такая, да? Ну да. Интересно. Сюда нельзя залезть, да? И поживиться там крутым лутом тоже не получится. Ну мы, получается, почти пришли с вами, да? Скорее всего. Нам куда-то... Куда-то вот сюда. Давайте-ка вот что сделаем. Мы сейчас в инвентаре себе поставим какое-то дополнительное оружие, потому что... А, ну оно, собственно, стоит автоматически, да? Как это меняется дело? Сжимаем троечку и вот выберем, например, молоточек. Может быть, им нужно было размолотить стекла в автобусе, чтобы залезть внутрь? Допускаю такое, но не уверен в этом до конца. Ну-ка, а если мы на автомобиле попробуем... Нет, у нас не появляется никаких активностей. Хотя вот, смотрите, очередной раз. Скрыть зону. Что-то как-то неочевидное понятие какое-то. Скрыть зону. Можно отправиться на зону. Если много разговаривать некрасиво. Я вхожу в туннеле. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся. Уже иду. Мне кажется, он обманул, мягко говоря. Обманул нашего героя. Потому что, когда он сказал... Спросил, точнее, жива ли Мия? Он ответил как-то так с паузой, да, дескать, мол... Жива. Как-то так. Суховато. То есть, такое чувство, что просто... Хочет получить свою выгоду, да... При этом использует для этого не совсем честные способы. Ох, блин. Ох, блин. Есть кто-нибудь? Есть, конечно. Зомби. Я думаю. Они же любят темноту. Ох, блин. О, черт. Мне это не нравится. О, боже. Не умно, друг мой. Не умно. О, боже. О, черт. О, черт. О. Ты в порядке? Тварь меня укусила. Прыгун. В коллекторах полно этих тварей. Скорей выходи на свет. Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да. Терпи. Это пройдет. Держись. Вот ты где. Мы тебя искали. А что с этим? Кажись, подох. У него ничего нет. Пошли. Да нет у меня ключа. Клянусь. О господи, я расплачусь сейчас, друзья. У нас есть фонарик. Серьезно. У нас есть фонарик. Аллилуйя. На втором часе игры. Хорошо. Ключи. Ой, кайф какой. Тварь, тварь, мать. Нет, нет у меня ключа. Я его уничтожил. Так, они его все равно не убьют, пока я не приду. Поэтому пойдем. Осмотримся. А, быстрый атаку, смотри. А ну-ка, черти проклятые, щемись. Сейчас затреплю всех. А что ты не садишься? Странно. В упор стоял, он не мог присесть почему-то. Так, перекладина. А где все уроды? Я зря, наверное, свалился, да, скорее всего? Ну да, там одни перекладины. По ним, наверное, скакать придется. А че ты? В смысле? Угу, видимо, изменения какие-то происходят, да, после укуса. А прыгун матер, видели, какая силища у него? Жесткий парень. Вальц, смотри-ка, да? Интересно. Ну и что дальше-то? Там заперто. А, вот сюда полезем, наверное. То есть чуваки ничего не заподозрили, когда кто-то снаружи дергал ручку, да? Ну ладно. Вот сюда хочу. Как сломать, как вылезти? Наверное, никак. Блин, фонарик, друзья, это просто божественная вещь. Смотри, как в игре стало хорошо. Уютно. Здорово. Ты же должен был сдохнуть. Куда ты спрятал ключ, парень? Не знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! Ну давай, окей. Что такое? Идеальный блок. Нажмите и удерживайте, чтобы блокировать атаку. Заблокируйте удары в последний момент, чтобы осуществить идеальный блок. Идеальный блок ошеломляет врага. Ну понятно, короче, Dark Souls. Можно просто завалить биты его к чертям. Не, ну в принципе, легко относительно это делать. Что, у вас двое будет, пацаны? Нет, не честно, кстати говоря. Сейчас ты у меня подляжешь, хуй сосед. Дай топор возьму. Сейчас ты поймешь, что я не шучу. Я из тебя все разручу. Попаться еду. Друг, как так-то? Он даже не договорил эту фразу свою, бедолага. Да, иди отдыхай. Слушай, вот это жесткач. Ну тогда посмотрим. Боевое мастерство. Вы получили первое очко навыков боя. Серьезно? Спасибо. Удар в прыжке позволяет вам нанести удар, когда вы перепрыгиваете через препятствие или через ошеломленного врага. Видите указательный значок? Понятно. То есть, в принципе, ошеломить достаточно легко. Это прям не Dark Souls. Там гораздо сложнее парировать. Ну, не сложно, конечно, если научишься. Но здесь прям что-то вообще на изи. Потому что у них удары, ну, слишком какие-то такие. Предсказуемые. Слишком медленные. Подожди, брат. Подожди. Сейчас мы с тобой. У нас нет времени. Нет, нет, я согласен. Но у сюжета времени полно. Так что, подожди. Я точно знаю, что ты не умрешь. Вот прям точно знаю. Иначе бы сейчас уже врубился бы какой-нибудь таймер. А это Shortcut, да? Хорошо. То есть, короткий путь. Смотри, гребет просто прям ручищами. Все загребает. Мелочуху всю. Но мы обязательно будем все собирать. Потому что я знаю, что это в таких играх залог, блин, успеха. Е-мое, все собирать. Значит, рискуешь просто потом с палкой первого уровня бить финального босса. Ну, не совсем так, конечно. А он здесь сидел, смотри, да? То есть, вот что он здесь делал? Никто не знает. И этот вот здесь сидел, да? Прикольно. В итоге, вроде как... А, ну вот, что-то осталось, да? Слушай, смотри. Булава. Там дверь, да? Ну все, друг, настало твое время. Нет времени. Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в ЭГМ. Миротворцы. Они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий Глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальц им завладеет. Весь город. Все. Умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь? Ренегаты. Беги. Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Какого хуя? Вот и наша заблудшая овечка. Но он не один. Мы это исправим. Прикончить его! Боевой паркур. Используя перескакивание, чтобы повысить мобильность во время боя, подбегите к препятствию или ошеломленному врагу и зажмите пробел, чтобы перескочить через него. Нажмите во время перескакивания, чтобы нанести удар в прыжке другому врагу, находящемуся перед вами. Это основа боевого паркура. Ах ты, жесть. Ладно, давайте учиться будем. Короче, надо через ошеломленного прыгать, я понял. Давай. Ну это, конечно, будет тот еще балет, я думаю. Ну, конечно, враги-то туповаты, потому что давно бы уже завалили. Как-то перестала у меня эта фишка получаться, то ли слишком далеко они друг от друга. Сейчас попробуем. Давай, нападай. Ах, слушай, пробил. Ну. Нет, слишком, слишком рано я поставил блок, да? А, ну в принципе, да, это работает, но... Матом поливает, очень будь здоров просто. На. Да че-то мне надо-то. Нажмите во время перескакивания. Я нажимаю, я нажимаю на все подряд. Ну давай. Нет, не так. Нормально делай, говорю. Давай. Ой, жесть. Короче, там дается такое небольшое окно замедления, чтобы это делать. Ну давай. Ну как-то так, да, это делать. Давай еще раз. Друг. Надо научиться. Там аж маска слетела с Харри. Подожди, а можно как-то... Подожди, подожди. Давай нормально делать. Ну. Нет, ему нельзя. Это надо какой-то там сальто лютое крутить. Еще не знаю, буду ли я пользоваться этой фишкой. Мне кажется, их и так запинать можно на изи. При желании. Че, опять что ли? Серьезно, чуваки. Подожди. Че-то напираешь, что так. Да, я возьму что-нибудь. 17-дмг. Давайте сюда. Долго тебе не протянуть. Давай. На. Я сыплю. Давай. Давай. Завязываю с баловством. Подавись, оба... Че-то... 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 Получилось. Нет, слушай, братан. А ты красивый. На. Ну что, до бесконечности вы будете переть, гады? Сбегите с помощью связного. Слушай, дай... Дай я тебя залутаю. Ты запарил там. Чувак, у тебя головы нет на минуточку. Че-то там танцуешь. Че-то за приколы. Не могу залутать, блин. А не смотри, тоже вон какие-то это... Венозные сетки прям на лицах, да, на шеях. В итоге. Все. А, один у нас вот сюда улетел точно. Ну, прикольная боевочка, но... Блин. Ладно, привыкнем. Валим отсюда! Профен, слышишь меня? Ключ у тебя? Это вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Джейлон! Блядь! Идем к вентиляции. Быстрее! Сюда! Ты первый! Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз! Блуан! Иди! Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ. Ты не можешь. Где он? Здесь. Это конец. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Что-то так глупо было, что он продолжал сидеть и наблюдать. Понятно, что ему нужен вальс. Но это было, блин, крайне глупо. Там освещение. Там его лицо, оно сверкает, как катафотка на велосипеде. Как-то это было очень глупо с его стороны. Так, а нам нужно наоборот туда, да? Куда-то заплывать, да. Попасть в Велидор. Я вот наблюдал, наблюдал и думал, вот когда уже наконец-таки главный герой отвалит от решетки, потому что, ну там нос его торчит на той стороне. Его можно прям сливку сделать ему. Он продолжает сидеть и пырить на него, на этого вальца. Тебе же дали понять, что нельзя ключом. Точнее, нельзя, чтобы вальц завладел ключом. Наверняка ключ открывает там, ну что-то. Может там вирус какой-то, еще что-то. Блин, больно. Хотя вот сама катсцена, блин, интересная. Что-то я даже вот прям засмотрелся так. На секунду. Залип, так скажем. Чувак, тебя покусали. Я напомню тебе. Покусал какой-то зомбач матерый. Вот смотрите на экране загрузки, да? Какая резкость. На самом деле в игре такой резкости нет. Я не знаю, честно говоря, как добиться. Ну, может быть, это, конечно, скриншот там 4К или 8К разрешения. Но что-то вот в самой игре такой резкости нет. КОНЕЦ Это кто, бля, такой? Он без биомаркера. Что? Блядь, превращайся. Боли его, живо в сне. Повесьте его. Посмотрим, как будет подыхать этот ублюдок. Что это, дядя, дядя, дядя? Ты, сука, за что? Вдохни, мрак. Посмотрим, что ты, блядь. Ты, блядь, блядь. Пес, бедная душа. Качай его. Может быть, проще, чтобы... Таким не надо. Оставьте его в покое. Как он? Он превращается. Чего вы взяли? Может, он просто чихает? Он чужак. Его нужно убить. Он со мной. Ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Яна! Ингеби! Где ты еще что за хер? Быстрее давай! Защи их сюда! Свою же мать! Ну ты и сволочек, скотина! Он шевелится. Хакон! Хакон! Убей его, Хакон! Убей его, пока я его не убила! О-о-о! Расслабься! Дыши! Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. А-а-а! Джо! Ты чуть не превратился, но ультрафиолетные ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их в мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в Рыбий глаз. В Рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет, это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Он опять превращается. Спокойно. Все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Давай, пойдем. Слушайте, а это было бодренько. Да, сейчас прям я это самое. Интрига такая. Повесили его. Этот спасает, непонятно зачем. Девочки, поговорим. Мила. Не будь как дома. Нам не нужен еще один жилец. Особенно такой, который может ограбить нас во сне. Не все пилигримы преступники. Угу. У вас здесь отличная мастерская. Собираете уфэшки, верно? Ага. Тебе здесь не место. Хакон подставляет наши задницы. Убирайся отсюда. Прости. Я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы квиты. Я Яна. Эйден. Что это за место? Наш дом. Наша мастерская. Можно сказать, весь наш мир. Ты приветливее, чем она. Эй! Полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. А еще я дерусь лучше нее. Поэтому могу позволить тебе быть более открытой. Аргумент. Не поспоришь. Так, а что у вас есть? Мое вот, например, что-нибудь. Что это? Записка. Нет, не совсем мое. Мне бы что-нибудь другое. Игральная карта зараженного. Демолишер. Ух ты. Такие здесь будут, да? Похоже, миротворцы пытались подражать тактике армии Старого Мира для информирования новобранца во вражеской угрозе. И что-то там про ОФ-свет. Но мы читать не будем. Будет потом сюрприз. Ну-ка, давайте посмотрим, как тут все устроено. Но RTX, конечно, в действии офигенен. Свет вообще, все круто. Ой, смотри, а вот здесь какая-то штука, да? Ну, в смысле, не здесь, а на улице. Забавно. Ну все, выходим. Там говорили, что час до заката, да? Неплохо. Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре. За свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль. Единственная дорога туда, через туннель. Они охраняют ее, как портал в ебучую Вальгалу. Пройти почти невозможно. Валькирии там стоят, да? Так, как мне попасть в туннель? Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. Две тысячи километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харани? Велидор тоже изолировали. Они построили стены. Заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати. Я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Ну, такой себе рай. В центре ада. Ладно, погнали. Куда мы идем? А где Хакон? А, все, вижу тебя, брат. Иду. Блин, надо отучить себя трогать shift. Потому что его здесь нет в этой игре. Такой функции бега. У нас здесь все время. А ты хорошо двигаешься. Дожди, вот игра считает, что вот это мягким должно быть. Это выстрелы были? Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. Ну, что такое? Господи, что за прикол? Ну, ты чего? Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Жесть. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Ну, а потом уже лучше. Если, конечно, выживешь. Лови. Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. А, ну то есть по лестнице ты залез, и даже полоска не дрогнула. Ну, ты странный чувак, ладно. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас. Но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом. Теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Рощи на крышах. В путешествии по Велидору, ищите рощи на крышах. Их легко узнать по высоким желтым деревьям. Допустим, они главный источник меда, ромашки и других ресурсов, необходимых для изготовления лекарств и других расходных материалов. Иногда есть вероятность, что вы найдете там забытое оружие. Допустим. Это что такое, кстати? Смола. Прикольно. А, то есть они прям из дерева через трубочку добывают смолу, да? Интересно. Так, а я вот туда хочу попасть, например. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги. А я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Сейчас, друг, подожди, тут еще осталось что-то. Коробочка. И все, наверное, да? Давай, давай! Стой! значит у вас армия есть это миротворцы они с людьми также осторожнее с ними они охраняют туннель который тебе нужен расскажи о них они считают себя защитниками порядка но они неплохо убивают зараженных нужно это признать весьма эффективная убийца но их порядок имеет свою цену не забывай или ты играешь по их правилам или тебе конец их защита базара больше тянет на оккупацию я буду очень осторожен хорошо хотя это как повезет миротворцы это проблема они уже достали жителей базара а базар это бочка с порохом которому хватит и искры эй так мы идем ты хотел мне что-то показать да за мной да ты не залезешь стопудов ты не залезешь друг до 6 какая больше мой что за прикол почему блин в начале игры герой не может крутой чувак не может залезть по какой-то лестнице а все вечерок да так хорошо с этими разобрались сейчас будем пытаться еще раз залезать на это конечно дико уморительно когда герой тренированный да он же не просто какой-то там заморажка до вылез тут проснулся и начал вдруг пытаться понимать этот мир он уже давно в этом мире и он не может залезть до то есть он падает с этих вот элементарных лестниц да я блин могу по ним залезть не то что крутой тренированный паркурщик так она вот сюда видимо да надеюсь все обойдется без сюрпризов темнеет быстрее открывай ящик за это мы получим биомаркер блять воры постой нет нет оставь сломаешь замок и только все испортишь тут хватит на биомаркер откуда у тебя это я тут почти везде побывал но давным-давно не видел работающего оборудование в г.м. я кое-кого ищу кое-кого важного эта штука поможет мне найти его но где ты его взял лучше тебе не знать поверь мне как скажешь блять опоздали план б бежим эйден ты здесь я в порядке в порядке нам нужен ультрафиолет на базар у нас получится со мной быстро ой в свет это символ безопасности ночью это единственная гарантированная защита от зараженных поэтому ищите его если вас преследуют чтобы использовать чутье и выжившего не таскать ближайший источников света ночью удерживайте и отметьте объект сна до значком допустим зомбачи ночью прям такие лютые ну если они все боятся да скорее всего потому что они еще наверное и быстрыми становятся к свету ты слышишь мы почти на месте еще немного открывай эй стой на свету как он давай открывайся как он крикун близко биомаркеры нет времени за нами гонится крикун биомаркеры ты оглох за нами я сказал биомаркеры вот а его он со мной пусть покажет биомаркер сначала хотя бы впусти нас пусть покажет свой биомаркер как насчет электроники уебок открывай ах ты кусок ах ты кусок ах ты ах ты ах ты ах ты ах ты ах ты нет времени спешим погоня началась шесть быстрее погоня уровень один из четырех нет меня кусают мне кусают за ноги быстрее нас почти догнали не оглядывайся беги да я щас не залезу на какой-нибудь лестнице элементарной хх он сдохнет по пути а куда ты а зачем ты сюда да как что ты делаешь то ты нафига меня то запутал дурья твоя голова нафига ты полез короче друзья это было нечестно как минимум это было как минимум нечестно я считаю отвали толстяк а лучше по щам у меня идите в задницу все уроды залезай давай блин ну что за бред на самом деле на черта он спрыгнул что это за прикол такой залезай он взял спрыгнул дурачок и я за ним спрыгнул посчитал что наверное нам не по палкам надо тут еще стратег короче как я понимаю да так 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 да пошли вы в задницу сейчас зарежете просто пошел вон отсюда куда сюда наверное да киллиан это я открывай тут нет друзей да киллиан отвлеки их киллиан киллиан блять открывай киллиан чтоб ты утром споткнулся а мой труп и сдох а что будешь делать ты бить ногой по двери хорошо давай давай я их задержу бей ногой по двери дерись как дьявол дерусь давай до свидания со скольких сторон пошел вон отвалил ты почему до свидания так перевязочка перевязочка быстрее 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 беда не приходит одна нам нужно внутрь я пытаюсь я знаю что ты там мой 6 чувак иди отсюда и киллиана ждем вообще-то это последние думаю да помоги мне подожди нужно аптечки сделать друг обожди я меда там собирал всю игру вагонами просто а разве не останавливается эта игра на этом что не орут то а нам пиздец а черт киллиан ты бы еще подождал я бы так и сделал но не хотелось утром скребать твои кишки с порога они ушли и ты иди ладно хватит быть таким засранцем ты посмотри где ответа это редкость или пусти нас или это будет еще больше редкостью а это кто я пилигрим ты здесь недавно верно как ты проник в город я тебе все расскажу только впусти нас однажды я ждал пилигрима он должен был ну ладно забудь это не важно что ты задумал хакон а я дал ему ингибитор он выжил спятил ему нужен биомаркер у меня нет врешь правда да сукин сын значит госпиталь надеялся этого избежать всегда ищешь путь полегче да хакон? мне нужна лишь шуфешка я сейчас подожди хакон почему ты ему помогаешь помнишь как мы помогали людям? я? конечно а вот ты вряд ли давай передохни под лампой и не слушай этого кретина идиот помнишь как мы помогали людям? конечно помню засранец убежище Киллиана разблокирована безопасная зона отлично здесь можно будет поспать да? давайте поговорим с ним хоть нам сказали его не слушать но нет тебе захотелось чего-то еще высшей цели мать ее розеток а ты мог бы просто готовить биомаркеры почему их так трудно достать? потому что это сложное устройство черт фабрики где их выпускали закрыты уже многие годы биомаркеры привязаны к крови после привязки их уже нельзя отвязать без них заражение протекает бесконтрольно как у тебя вот почему люди готовы отдать целое состояние за новый все деньги и кристаллы что у них есть к счастью мы с Хаконом нашли место где их еще можно делать а что не так с этим ингибитором? обычно люди от него умирают сильное средство большинство не выдерживает но я выжил я сказал большинство так что не волнуйся только будь с ним осторожен ты и Хакон вы давно знакомы? даже слишком он сказал вы помогали людям мы вместе служили в спец неважно это было очень давно где мне прилечь? значит ты только что попал в город что привело тебя сюда здесь не земля обетованная совсем мне нужно в рыбий глаз и Хакон помогает тебе с этим? вроде ты хороший парень но послушай мой совет не сори доверием как конфетти черт откуда ты знаешь что мне можно верить? ладно хватит болтать ложись спать до утра все равно ничего не сделать так а что у нас здесь? посмотрим тайничок я бы взял наверное бы вот эту штуку да все таки 20 урон а урон подрос то есть может быть это оружие которое приспосабливается под уровень нашего нашего эйдена да допустим не знаю но давайте мы заберем ее себе потому что по моему это более менее хорошее оружие да? самое крутое это вот бита потом вот это кустарная мачете а это прям мачете перезагрузки это уже не шутки так ну что ж друзья я думаю что здесь мы с вами сделаем перерывчик погреемся у этой чудо печки поспим и уже с утреца в следующей серии продолжим приключения нашего эйдена в мире зомби апокалипсиса этой игры спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал комментарий обязательно пишите советы предложения и пожелания увидимся в следующей серии пока пока